Цветет и пахнет. Ученые выявили причину загрязнения Волги. Научное открытие времен Великой Отечественной войны в Казанском университете. Как распознать интернет-фишинг? В десятке лучших обнародован рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками сферы IT. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Валерия Карташова. Казанский федеральный университет получил государственную аккредитацию Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Российской Федерации как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий. В связи с этим молодым IT-специалистам, работающим в КФУ, будет предоставляться отсрочка от призыва в армию. Государственная аккредитация позволяет сотрудникам КФУ в возрасте от 18 до 27 лет получить отсрочку от службы в армии в том случае, если они работают в УЗИ по трудовому договору на полную ставку и имеют диплом о высшем образовании по одной из 75 специальностей и направлении подготовки. Этой льготой могут воспользоваться выпускники наших институтов – ИТИС, ИВМИИД, Инженерный, в том числе Набережно-Ченлинский институт, Институт физики также подходят к некоторым специальностям. В научном обществе ни для кого не секрет, что астрономия и геодезия – две тесно связанные науки. Наталья Жирнова расскажет, как с помощью спутников решаются важные экологические проблемы. Каждый год в Казанском федеральном университете проводится множество исследовательских работ, которые выходят за рамки ВУЗа и становятся полезными для республики. Свои обороты набирает и кафедра астрономии, и космической геодезии физического института. Так, студенты проводят исследования по дистанционному зондированию, которые впоследствии могут быть полезными как для экологии Татарстана, так и для всей страны. Они получают результат, и эти результаты должны быть достоверны. Мы не собираемся эти результаты складывать в папку, но прежде чем о чем-то говорить, мы хотим говорить об этом уверенно. Конечно же, мы свои результаты направим уже и в этом году, то, что мы делаем в экологию. Одной из таких работ стала магистрская диссертация Надежды Сериной, студентки первого курса магистратуры. В своем исследовании она отражает экологическую проблему, актуальную для всего по Волжье. Регулярное цветение Волги не только неприятно эстетически, но может и привести к экологической проблеме. Явление цветения воды охватывает открытый водоем практически по всему миру. И явление волжских вод уже давно привычное явление для всех, кто проживает вблизи этой водной артерии. Поэтому эта тема меня заинтересовала. Я решила исследовать, как можно применить данные дистанционного зондирования Земли для мониторинга экологии реки Волга. Цель дистанционного зондирования Земли – в получении различной информации об объекте без приближения к нему, а также в создании пространственных данных. Приборы, используемые для такого зондирования, размещаются не только на Земле, но и на космических летательных аппаратах. Именно спутниковые снимки стали базой для работы надежды. По этим данным студентка анализировала различные факторы, влияющие на цветение воды в реке. Исследовался участок бассейна реки Волга вблизи города Казань, для которого были подготовлены данные дистанционного зондирования Земли, то есть разновременные мультиспектральные космические снимки, которые анализировались в специализированном программном обеспечении ScanXMH-процессор. Исследовательская работа все еще в процессе, но уже есть результаты. Так студентка выявила, что цветущая Волга – это результат нетипичных природных явлений, а также антропогенные факторы. Например, в 2020 году в СМИ говорилось о том, что в бассейн реки Волга было сброшено около 5 миллионов кубометров сгрязненных сточных вод, а Татарстан был назван в числе главных загрязнителей. И графики это подтвердили. Явление цветения было максимальным за исследуемый период и началось гораздо раньше, чем обычно. Надежда отмечает, что такое цветение опасно в первую очередь для человека, так как некоторые виды планктон являются ядовитыми и могут при контакте вызвать кожные заболевания. Также это опасно для уровня рыбной продуктивности из-за недостатка кислорода, вызываемого цветением. Надежда Сёрина и Владимир Безменов планируют расширять ореол своего исследования. Однако их задача – лишь наблюдение, а ответственность за решение проблемы остается за специалистами-экологами. Наталья Жирнова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Во время Великой Отечественной войны в Казанском университете трудился физик-теоретик, академик РАН и лауреат престижных премий Виталий Гинсбург. В стенах вуза было положено начало научным трудам, которые многие годы спустя заслужили высочайшую мировую оценку. Подробнее в следующем сюжете. Виталий Лазаревич Гинсбург родился в 1916 году в Москве. В 1938 он стал выпускником физического факультета Московского государственного университета. В столицу Татарстана будущий лауреат Нобелевской премии по физике эвакуировался в военные годы. С конца июля 1941 года Гинсбург работал на физмате Казанского университета. Позднее здесь защитил докторскую диссертацию, посвященную теории элементарных частиц. Так, в свои 26 лет он стал самым молодым доктором наук. В стенах Казанского государственного университета Гинсбург начал исследовать сверхпроводимость. Впоследствии его труды получили высочайшую мировую оценку. Но во время пребывания в Казани ученый посвятил себя не только науке, но и побывал на трудовом фронте. Например, зимой он вместе с молодыми физиками рыл окопы и работал на строительстве оборонных сооружений. Гинсбург вернулся в Москву еще до окончания Великой Отечественной войны. Казанские улицы ученый увидел вновь лишь почти через 40 лет. В столицу Татарстана он прибыл в 1983 году, чтобы принять участие в первых заводских чтениях Казанском университете. А в 2009 году ученому присвоили звание почетного доктора вуза. Виталий Гинсбург скончался в 2009 году после продолжительной болезни. Всего он стал автором порядка 400 научных статей и 10 монографий. Ученый работал над созданием термоядерного оружия. Разработал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию черенковского излучения в кристаллах. А в 2003 году был удостоен Нобелевской премии по физике за вклад в теории сверхпроводников и сверхтекущих жидкостей. Диана Желенкова, Универньюз. Делегация Казанского федерального университета отправилась с рабочим визитом в Республику Казахстан. В составе делегации проректор по хозяйственной деятельности Ленар Софиулин и советник преректорати по взаимодействию со странами Центральной Азии Рашид Азимов. Основной вопрос, который обсуждался сегодня в офисе South Oil, открытие филиала Казанского университета в Республике Казахстан, а именно в городе Шимкент. Обнародован рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере IT в 2022 году. Казанский федеральный университет вошел в топ-10 лучших. Подробнее узнавала наш корреспондент. Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов в IT-сфере по размеру зарплат выпускников. Анализ проводил исследовательский центр рекрутингового портала superjob.ru. Предметом изучения стали молодые специалисты, окончившие университет в 2016-2021 годах. Согласно показателям, средний размер зарплат выпускников Казанского университета за год вырос на 15 тысяч рублей и сейчас составляет 150 тысяч рублей в месяц. Ну а средний балл ЕГЭ поступивших в 2021 году – 85,5. В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. По данным исследовательского центра Superjob, в Казани хотят работать 67% выпускников КФУ. Соответственно, как высчитывается, в целом на Superjob агрегируют свои предложения как соискатели работы, которые говорят о желаемой зарплате, они указывают, собственно говоря, какое у них образование, и в то же время работодатель открывает свою вакансию и указывает там зарплатное ожидание. Когда происходит некая точка соединения, можно сказать, что при приеме на работу мы, получается, знаем, что на такую зарплату пришел такой-то человек из какого-то вуза. Вот, поэтому, в принципе, для Superjob никаких вопросов как бы нет, так и, в принципе, мы очень признательны, что мы в этот рейтинг попадаем. Рейтинг составлен на основе базы резюме Superjob. Исследователи рассматривали выпускников профильных факультетов как классических, так и специализированных вузов. Для каждого учебного заведения изучали не менее 70 резюме, исключая резюме стажеров, младших специалистов, позиции, не имеющие отношения к сфере рейтинга, и резюме соискателей со стажем работы по специальности менее года. При расчете среднего заработка учитывались указанные зарплатные ожидания. Для регионов они корректировались с учетом коэффициентов Superjob до уровня московского рынка труда. Карина Саяхова, Универньюс. Что такое интернет-фишинг? Как его распознать и не попасться на удочку мошенникам? Узнаете в следующем сюжете. Интернет. Всемирная сеть, предоставляющая нам доступ к большому объему различной информации и помогающая во многом. Но все ли так безоблачно? Конечно, нет. Помимо всех возможностей, интернет представляет большую опасность для своих пользователей в виде мошеннических сайтов. Самым популярным инструментом мошенничества являются фишинговые ссылки, направленные на получение пользовательской информации. Логины, пароли, номера карт, пин-коды, паспортные данные, закрытые служебные данные и многое другое. Название термина идет от английского слова «фишинг» – «рыбалка». Мошенники ловят невнимательных пользователей, как рыб, клюющих на наживку, ничего не подозревая. В качестве наживки используются заманчивые предложения, высокие скидки на авиабилеты, которые оказываются недействительными, внезапный миллионный выигрыш в лотерее и так далее. Что касается вопроса безопасности в интернете, в первую очередь стоит соблюдать несколько правил. Во-первых, это доверять только тем сайтам, у которых есть цифровой сертификат безопасности, то есть у которого в браузере возле адресной строки слева есть замочек такой. Во-вторых, доверять только тем сайтам, которым вы реально пользуетесь. Переход по фишинговой ссылке ведет на ресурс, который один в один как оригинал. Невнимательный пользователь вводит данные, а страница перенаправляет их мошенникам для дальнейшего использования. Как же отличить фишинговые ссылки от настоящих? На всех возможных аккаунтах включить двухфакторную авторизацию, чтобы при входе на какое-то приложение также вам приходило подтверждение, либо на ваш телефон, как пуш-оведомление, или на почту подтверждение доступа или какой-то код доступа. Необходимо соблюдать цифровую гигиену, необходимо использовать разные пароли на разных сайтах, использовать пароли, которые сложно подобрать, не те пароли, которые на самом деле являются какими-то известными словами или сочетанием этих слов. Всегда нужно смотреть, на какой сайт вы заходите и есть ли у него сертификат безопасности. Будьте внимательны и не ведитесь на уловки мошенников. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!